Маша приехала куколка. Играть в народную забаву кукла-стригушка больше всего нравится маленьким посетителям музея. Суть как можно сильнее стукнуть по столу, чтобы соломенная кукла направилась в сторону игрока. Таких марионеток здесь больше 10 штук. Еще в арсенале имеются обрядовые куклы, а также пальчиковые. Мне понравилась вот эта кукла день и ночь. Белая – это день, а вот эта черная – это ночь. Красивая очень. И какая-то необычная. Я думала, это просто белая куколка. А так она еще и может быть черной. Однако в этом музее предлагают не только сыграть в русские забавы, но и окунуться в крестьянский быт. Например, принести воду при помощи коромысла или самостоятельно взбить масло из сметаны, используя маслобойку. И дети, это же им так интересно всегда. А что, прям масло будет? Я говорю, да, давайте. И я думаю, что прям у меня толпы будет. Збили и получилось? Масло. Масло. А вот все, что масло мы вытащили, а там еще такая жиденькая штучка осталась, она называется? Пахта. Пахта называется. Это самая вкусная из кисломолочных вещей. Это вот просто огонь. Чтобы соблюсти атмосферу русской избы и сделать обстановку по-настоящему домашней, в комнате музея выставили предметы конца 19-го, начала 20-го века. У каждого экспоната своя история. Как рассказали сотрудники, инициатором создания выступила местная жительница Наталья Жулич. Она стала приносить в музей необычные старинные предметы. Искала их повсюду. Однажды даже обнаружила деревянный гребень, которому уже около ста лет. Может быть ясень, судя по цвету. Может быть клен. Лубчики сохранились. Коллеги Натальи отмечают, маленькая хрупкая женщина не побоялась пойти за новым экспонатом в давно заброшенный дом. И всегда Наташа впереди планеты всей спрашивает, а можно ли зайти и что-то поискать. Ну и конечно же ей говорят да. Она заходит. И вот такой вот дом нашелся. Она рассказывала, что это был сгоревший дом. Пришлось лезть на крышу. Представляете, да, что такое? Маленькой девчонке, хрупкой. Залезть на крышу сгоревшего дома. И там нашелся тот самый гребень. Музейная комната «Русская изба» впервые открылась в сентябре 2018 года. Сейчас здесь представлено более тысячи экспонатов. Стоит отметить, сегодня на экскурсии сюда приезжают не только амурчане, но и гости из Китая. Анастасия Петраш, Анастасия Слесарева, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение.